Всем добрый день. Меня зовут Ольга. У меня двое сыновей Михаил и Лев. Левочка еще совсем малыш, а Мише скоро будет 4 года. Как раз проблема у нас у Миши. До трех лет мой ребенок не разговаривал вообще, кроме мамы, папы и мычанием, то есть какие-то просьбы у него были мычанием. В три года мы пошли к неврологу. Невролог посмотрела, послушала и прописала курс лечения. Значит, уколы кортексина, таблетки пентагам и массаж шейного отдела. Мы проделали весь курс полностью и у Миши был прорыв. Он заговорил. Но речь была непонятная. Она понятна была только мне, наверное, и близкому окружению. Он глотает буквы, глотает слоги, переставляет слоги, как хочет. У него отсутствуют в речи буквы Г, К, Л и Р. Он говорит фразами из мультфильмов, фразами из каких-то программ компьютерных, фразами, которые он выучил от взрослых, слышал. То есть он не говорит самостоятельно. Я не знаю, как это описать. Я не специалист. Хотя, наверное, я уже знаю больше, чем любой специалист в моем регионе. Потому что ни один из неврологов не поставил нам диагноз до сих пор. У нас отсутствует диалог. Мы не общаемся, так как должны общаться мама и ребенок четырехлетний. Наш диалог ссорится к тому, что мама, дай что-нибудь там. Я спрашиваю, какую. Он говорит, вот эту. Он пытается что-то сказать, пытается что-то объяснить, но чаще это непонятные какие-то слова. Еще у нас нет контакта со сверстниками. Мы не общаемся с детьми. Мы не можем и не умеем и не хотим с ними играть. Мы не хотим у них что-то спрашивать, просить, какие-то игрушки. Мы готовы все отдать, лишь бы нас оставили в покое. Что еще? В общем, вот. Также у Миши были проблемы с горшком. До недавнего времени в общественных местах мы были только в памперсе. Дома постоянно напоминания. Постоянно. Миша, сходи, Миша, сходи. По-маленькому именно. По-большому он сам ходит. Слава Богу. Хоть что-то. Но по-маленькому постоянно приходится напоминать. А сегодня... В общем, я, конечно же, в панике, вбью тревогу. Не могу понять, что с ребенком происходит. Что с ним вообще... Что это за болячка такая к нему прицепилась. Я штудирую интернет и нахожу... Недавно нашла видео у одной мамы, у которой младший сын аутист. И она рассказывала историю о встрече с Давидом. Я просмотрела все ее истории. От начала до конца. Весь курс того лечения, которое они проходили вместе с Давидом. Я очень порадовалась за эту маму. Она молодец. Ее ребенок тоже просто умница. Ну и, конечно же, я, как любой верующий человек... Я тоже верю в чудо. Я начала искать Давида. Нашла достаточно быстро. Оставила заявку на его сайте. И уже вчера вечером мы созвонились. Первый раз мы созвонились в 6 вечера. Буквально на 5 минут он мне рассказал, что нужно сделать, что нужно приготовить. И в 9 часов у нас был сеанс. В 9 часов вечера. Почему так поздно? Потому что у нас разница с Израилем в 9 часов. Давид провел сеанс. Миша был рядом со мной. И после этого Миша сразу пошел спать. Сегодня мы пошли с Мишей в поликлинику. Сидели, ждали своей очереди. И Миша просто ко мне подходит и говорит, мама, можно мне пописать? То есть он попросился. Я не знаю, с чем это было связано. Связано ли это было с Давидом или нет. Но он попросился. Далее мы пришли домой. И он сел кушать. А я в это время готовила младшему ребенку обед. И он мне спрашивает, мама, что ты делаешь? Мой ребенок спросил, мама, что ты делаешь? Я ждала этого вопроса, наверное, всю его жизнь. Я очень хочу, наконец, с ним поговорить. Столько ему рассказать. Это так необычно. Я очень надеюсь, что это связано именно с Давидом. Я очень надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество будет таким же продуктивным. Но день еще не закончился. Посмотрим, как будет дальше. Вечером у нас опять сеанс с Давидом. Очень жду. Очень.